всем здравствуйте друзья я говорю работа работой новости новостями это я вам говорю да она даже и в доме что-то делать правильно но вот хочу поменять я фильтра системе водоснабжения вот наши вот эти сейчас два фильтра буду менять потом покажу я вам как соль сюда засыпаю и как я включаю регенерацию вот как какую воду мы пьем друзья какой водой моемся какой водой мы моем посуду на какой воде мы варим жарим парень себе виду пищу и так далее то подобное да вот эти на 10 микрон я взял два мой одинаковый 10 микрон такие средние варианты но прежде чем откручивать вот эти стаканы я подставляю вот эту пластиковую тазик вот так подставляю сюда вот чтобы не облить здесь у нас насос он накрытый у нас здесь так откручиваю вот ключ висит у нас пластиковый тоже он в комплекте продавался но мы с наташи привязали чтоб не терять иногда так затеряемые ой помню по первые года господи руками затягивал как ключ ключ потеряли ладно начинаю начиная вот с этого с первого так что у нас вода у нас слита до воды у нас нету но главное чтоб давление в системе надо понизить вообще на ноль иначе будет листать вода все нормально давление нету более как зашумел хопа так один есть у нас я сейчас сразу открываю унитаз чтобы водичку туда слить друзья я отключаться не буду я вам сразу покажу как я откручиваю сейчас я солью воду вот сюда вот ну и вытаскиваем ближе поднесу вам вот смотрите в каком в каком виде он ну раньше бывало что вытаскиваешь он коричневый коричневый сильно даже коричневый сейчас как те больше черный надо вытащить вот эту пластиковую которая центрует кольцо вот это вот туда положу еще водичку солью ну и что друзья я сейчас пойду это выкину сразу помою 1 помою 1 закручу его и дальше поеду сейчас пока отключаюсь я так помыл я стакан помыл я колечко вот это центровое сейчас покажу я вам как я это буду делать надо эту пленочку оторвать все новенькое бумажку так смотрите друзья я центровое вот это кольцо вот так вот раз все дальше не надо для чего это кольцо чтобы попало по центру здесь то мы видим вот здесь мы видим вниз мы видим вот раз туда и попал а здесь когда мы будем туда одевать вот это но невозможно попасть это за редким исключением вот не попадает и все там вот в этот заемчик семка куда-то там просится пойду его так иду 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 до семку отпускал я ладно сейчас еще второе тогда откручу не буду я по одному все равно все закрыто опа и в том же духе так здесь у нас все открыто сейчас на улице жарко становится но в комнатах тоже как бы и он начинает запотевать и как знаете как плачет это все вода холодная вода идет из-под земли у нас же скважина скважина неглубокая все то же самое то же самое кольцо центровое ой оно чистое друзья ладно я его тогда отмывать не буду только вот этот выкину сейчас я пойду помою немножко отмываю друзья знаете чем я я беру ну я не стал показывать зачем это показывать знаете могу конечно показать но я уже помыл эти губочка маленького того чтобы посуду мыть да я дегтярным мылом ну можно конечно же и хозяйственным мылом хозяйственным либо дегтярным мылом прекрасно все отмывается намыливаю губочку имею ввиду и туда вот рукой туда хоп-хоп-хоп-хоп он довольно таки большой стакан широкий стакан вот левая зашла правая тяжеловато у меня у правый кулак больше потому что он деформирован друзья это все опять по теме как я говорю звенья одной цепи только одна цепочка у меня да ведь тоньше а знаете почему у меня деформация правой кисти больше чем левой деформация сильная это все заболевание вот он нам видите у меня вот я вот эти вот два пальца месяц толком не могу сделать ну смысле вместе сделать их надо так заставлять сильно вот а вот в кулак в кулак сжать мы могу а когда вот так на растопырку идет ну ладно друзья следующий счет отрываю и знаете я вам сейчас еще тоже сразу покажу не было большое видео также вот смотрите центрую немножко сантиметра три четыре до пяти сантиметров чтобы вот так вот чтобы не глубоко туда так ставлю я это туда мог бы конечно это не ставить ладно не поставлю это это легко вытащить вот смотрите и сразу все вам покажу вы наверно догадались почему это вот я все время так делаю друзья силиконом здесь есть не обязательно это длинное сопло вот здесь тоже соус сопло видите вот резиновая прокладочка хопа хопа все также вторую все обработано силикон это по резине специально друзья это тоже самый силикон что на машины вот он пожалуйста видно там на машина он идет по всем на всю резину идет вот вот теперь я их вставляю с этими кольцами центровыми хопа так это у нас стоит может быть я говорю кому-то пригодится ну я всегда каждый раз я все равно смазываю вот эти вот прокладочки так называемые уплотнители видите резиновые ну без разницы какая там была так начинать надо с последней которая была последняя она будет первой вот смотрите беру ключ все со всей дури не надо она сама становится уже на место хоп все затянуло дальше не идет больше не ломайте ни ключ ни руки и тем более эти стаканы чтобы удобно было затягивать все ну что друзья и сегодня же будет регенерация я сначала так это закрываю открываю я насосик кран открываю хопа здесь закрыта все пошла вода сейчас возьму я оторву бумажки туалетные бумажки смотрите для чего я это отрываю ну догадались на это да а здесь так и ничего так чуть-чуть капельки смотрите вот я сейчас проверю течет не течет ну сначала конечно я все потру что я этими руками своими немножко тут хотя руки чистые друзья все сухо нигде ничего не протекает все даже бумажка вся сухая ну то что я когда мыл эти стаканы немножко там влага то оставалась все друзья чистота порядочек видно вам там так здесь немножко то да сейчас это все ну посмотрим надеюсь вам было видно да сейчас друзья я отключаюсь и покажу я вам как я включаю регенерацию вот смотрите вот у нас здесь так называемая емкость для соли для смягчения воды ну она и работает как для очищения там засыпка вот в этом баллоне большой баллон да большущий вот она компьютерная голова смотрите я нажимаю вот эти две кнопочки вот видите одна сегодня должна быть регенерация ну она у нас на ночь но я сейчас сделаю на утро и пальчик уже третье у меня здесь ведь все пошла видите как давление пошло воды фильтра чистенькие все аккуратненько все регенерация пошла она будет происходить чуть больше часа 10 час 15 регенерация все насос начал работать вот по этой трубе вода вытекает вот здесь вот по этой трубе вытекать ну как то надо будет собраться и мне пластиковые трубы сделать капитальные но в принципе и так нормально друзья все регенерация работает это повторяю регенерация для очистки нашей системы водоснабжения вот все ну пускай это голова тут сама ну компьютер он сам все это выполняет я больше ничего не делал я только вот нажал кнопочки все ну соль конечно засыпаю естественно да да семочка жулик там опять семочка выпустил что ну на всех там погонял ай здравствуйте семочка здравствуйте это мы с ним так регенерацию делаем ай ты жулик жулик да вот заодно покажу может кто-то вновь подписался какая у нас система здесь и что у нас здесь находится здесь у нас раньше стояла ванная вот там он у нас ванная была этого не было у нас я имею ввиду плитки такой потом мы решили сделать душевую друзья душевая у нас там за стенкой вот начинаю вот это стиральная машинка здесь все препараты то все вот здесь у нас все здесь зеркало пожалуйста вот бойлер все так компактно здесь все сами понимаете все нужно здесь тоже все нужно это для для стирки все эти жидкости пожалуйста но сейчас здесь уберу здесь помою это все ключик на место повешу все это для белья это для бумажки это для освежители всякие тут и то и все а это у нас накрытый здесь насосик да да кто нас смотрит постоянно я помню а вот еще это по кругу не прошел вам вот здесь у нас в углу как заходишь сразу стоит баллон с засыпкой компьютерной головой здесь фильтр вот это подающая это у нас уйдет начальная стадия подачи воды из скважины вот и скважины пошла вода ну довольно таки чистая видите довольно таки чистая вода но бывали периоды подземная это вода бывали периоды что гнала немножко по первости чуть-чуть глину чуть-чуть песочек были были периоды мы аж вытаскивали там все в глине было это первые годы сейчас видите как вот пожалуйста вам видно и подается вот в этот баллон а это соль потихонечку там компьютер подает ей когда эти порции соли для очистки имею ввиду и смягчения воды вот в этом баллоне вот в этом баллоне да вот в этом баллоне заплатили мы за все про все 350 я привез нам из риги парень ну молодой он занимается этим ой это уже давно друзья по 14 наверно год 14 2014 до 2014 году привез он баллон голову вот это все он мне просто объяснил вот это ничего не было он мне просто объяснил он засыпку туда засыпал ну что я в этом деле не понимал не разбирался сейчас я понимаю конечно он туда засыпал такую у него леечка была так туда все засыпал там щебеночка то сё и в общем это конечно это отдельно надо видео снимать что там внутрь засыпается и я поехал комплект вот этих всех шлангов всех прокладочек все 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 соединение вот этих все купил и сам все подсоединил он мне уже компьютер включил он мне объяснил как с ним работать буквально за 10 минут 15 все он мне объяснил и уехал я ему заплатил 350 евро вот за только вот за это это и вот это да а остальное я еще купил на 50 евро 400 евро мне все это удовольствие нам все это удовольствие обошлось друзья ну вот вкратце я вам немножко так вот тут все работает вы наверно слышите как он включается насос и не надо никаких смягчителей в стиральную машинку ни в коем случае никаких таблеток вот сюда ничего не надо только наташа заливает вот эти вот жидкости все а смягчение нам не надо мы моемся как будто все знаете понимаете когда мягкая вода зубы стали чистые никакие видите какие какие зубы стали и улыбка белая сразу ну там половина конечно вставных друзья да да так и есть улыбка с белыми зубами да 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 серьезно говорю железа много у нас так что я вам еще не договор а мойка вот мойку надо на кухню ой моечную посудомоечную машину ой посудомоечную машину вон и съемочку там вам покажу вон он там загорает потому что жарко на улице а вон там он я туда хотел сначала поставим поближе подойду вот сюда ой надо я рассчитывал я даже туда выход сделал и для канализации и приход воды сделал потом она у нас стоит она у нас стоит вон там где мама ну моя теща наташина мама стоит там там и холодильник третий стоит ну это юный раньше мы называли бабушка ее у бабушкин холодильник он там стоит не включенный он маленький ну нормальный в принципе такой знаете ну конечно поменьше чем этот холодильник поменьше так же там посудомоечная машина стоит но не стали мы ее господи неужели так трудно помыть за собой посуду зачем накапливать потом она начинает плесневать что неделями там или месяцами да вот это у нас киселек а это вчера мы так поговорили с Наташей сейчас пойду я садить огурчики вот видите замочили всякие разные на грядке на грядке и в колеса туда на грядке это и